Так, здравствуйте. Гайд по установке и настройке для самых маленьких интерфейсов и клиентов, собственно, для начала игры в Outlands Ultimate Online Favorite Play Shard. Качается клиент. Когда скачается и запустится, здесь надо будет регаться и делать аккаунт. Здесь нужно делать почему-то еще один аккаунт, которых можно сделать три и переключаться между ними. То есть три окна может быть у вас. И внутри одного аккаунта у вас может быть пять персонажей. И сейчас, например, вот я делал крафтера, только-только сделал. Сейчас попробуем в ее настройках разобраться. Когда начинаете игру, вас встречает такое вот маленькое окошко. Там будет еще один поп-ап про то, что новичок. Так, соответственно, интерфейс левой кнопкой таскаете окна, правой кнопкой закрываете. Окно очень маленькое, можно растаскивать вот так вот. Либо сейчас сделаем фуллскрин. Опции вот здесь находятся. Нажали опции. Давай я сразу сделаю потише. Так, появляется еще какой-то интерфейс. Ладно, сейчас разберемся. Вкладка видео. Full size borderless. Сразу же тыркаем. Давай вот еще эту штуку. Мы вот этот инфобар потом отдельно разберем. Так, поехали. Мы сейчас по очереди будем разглядывать все эти опции и, собственно, разбираться, как играть. То есть, для начала, собственно, базовый интерфейс. То есть, допустим, у вас все закрылось, вы не понимаете, что делать. Правая кнопка ходить, далеко оттащиться, бегать. На себя либо дабл-клик, либо просто сингл-клик и open paper doll. Открывается вот эта вот менюшка, собственно, вашего персонажа. Здесь ваш шмот, который можно таскать сюда, туда-сюда, надевать, снимать. Сумку. Дабл-кликайте сумку, она открывается. В сумке вам по дефолту выдают различные вещи, в зависимости от того, какие скиллы вы выбрали. И, соответственно, начальный гир тоже от этого будет зависеть. Так, ну и поехали по настройкам, по всему такому. Во-первых, очень сильно зазумлено. Во вкладке видео я ставлю зум в один. Сейчас я расскажу, зачем это нужно. Ладно, давайте сам начало. Генерал вкладка. Первое – это подсвечивать гейм-объекты. То есть, вот под курсором, как видно, фиолетовые, чтобы понимать, на что вы навели мышку, если вам непонятно. Можно эту опцию использовать. Фиолетовый, мне как-то не очень нравится цвет, поэтому я не использую эту опцию. Дальше. Всегда бег. Если вы не встались. Автооткрывание дверей, чтобы удобнее входить в двери. Автолутание трупов, чтобы вы убили моба, сразу же окошко с лутом влазили. Все удобно, все нравится, все берем. И вот эта вот настройка, она как раз, вот мы про зум говорили, показывает там анвайны. Люди и айтемы рисуются на небольшом расстоянии, как видно, у меня появляются. Вот я включил там анвайны. За этими границами не видно. И, соответственно, вот в видео мы ставили зум. То есть, если чуть-чуть отзумить, видно не очень далеко. Собственно, в зависимости от размера вашего окна и размера вашего зума, можно как угодно. Зум можно также включать в видео вкладке Ctrl-Scroll и чтобы оно возвращало. То есть, чуть-чуть отзумился, вернулся. Отпустил Ctrl, оно вернулось. Так, дальше. Давай отключим вот этот туман войны. Мне он не очень нравится по краям. И сейчас его по очереди разберем дальше. Все остальные опции. Это на полчаса у нас сейчас будет. Ликбез. Так. Mobiles. Это слово, которое обозначает всех игроков и всех зверей и так далее. Различных монстров. В общем-то, все юниты. Соответственно, можно поставить галку, чтобы у них показывалось HP. Так, показ проценты. Можно сделать, чтобы под ногами хазбар рисовался. Можно поставить, чтобы и то, и то было. То есть, вот рисуется хазбар, рисуются проценты. Можно делать, чтобы показывалось только если у них мало HP. Если их ударили. Либо смарт, который проценты пишет только если их начинает дамажить. По дефолту хазбар рисует. Так. Идем дальше. Чтобы воевать, вам надо включать combat режим. По дефолту это кнопка Tab. Вот вы ее зажимаете, отжимаете. И можно... Не очень хорошо видно, когда она включена. То есть, она вот здесь вот показана красным. Ну, кстати, вот это еще статус окошко. Если достать. Здесь показываются всякие статы и так далее. Если оно у вас свернуто в такой вот небольшой режим. Вот мне Димак говорил, что оно показывается красным тоже. Для того, чтобы ты понимал. Если вам это не очевидно. То есть, когда вас включен вармод, вы даблокликом все атакуете. То есть, например, садиться на лошадь даблокликом в мирном режиме. В вармоде вы лошадьки Янка по голове ударите. Будет не очень здорово. Можно случайно свою лошадь убить. Собственно, поэтому я себе ставил, что в вармоде, чтобы рисовала Сауру под ногами. Кто NPC, кто игрок, кто мирный, кто красный. Будет у красных рисоваться красные под ногами и так далее. То есть, вот это вот настройка. Дальше. Здесь можно прозрачность петом своим чужим и размер петом своим чужим. Здесь очень многие бегают с какими-то гигантскими драконами. Возможно, потом лучше надо будет включаться. Иначе прямо очень много на экране всего происходит. Так, здесь GAMP и Context. GAMP это аббревиатура Graphical User Menu Popup. То есть, по сути, по-русски это окошко. Это их сурожек такой. То есть, вот это вот Disable Menu Bar отключает вот эту вот менюшку верхнюю. Эта менюшка не особо полезная, разве что вот World Map можно достать. World Map здесь красиво, большой, удобно. Я так понимаю, это новая какая-то тема. У нее есть даже прям всякие настроечки, чтобы его и флипать, чтобы он был вертикально или диагонально. Preview, координаты рисовать. И, соответственно, Resize. То есть, допустим, Resize 0. Ой, штаны сняло тихо. Пока еще не дошли до этого. Ну, собственно, интерфейс специально строится, где у вас сумка удобнее, где чего. Ну, то есть, мини-бар, по сути, есть различные окошки достаются, но оно все везде дублируется. То есть, по сути, он не особо нужный. Единственное, здесь вот можно доставать, смотреть пинк. Смотреть пинк, смотреть FPS. То есть, если мне нравится, либо свернули, либо убрали совсем. Так, дальше. Alt-Right-Click, чтобы закрывать Anchored GAMS. Это попозже мы обсудим, когда будем nameplate обсуждать, который вытягивается. Так, интерфейс скиллов. То есть, вот вы по дефолту открываете, посмотреть скиллы, открывается вот это вот окошко старое текстурное. Здесь можно смотреть, сколько у вас скиллов в галочке верхней стоит, чтобы качались, либо откачивались обратно. Замочками лочить и так далее. Здесь, кстати, с статами точно так же можно. Лимит по статам 225, соответственно, 100 силы, 100 дексы, например, 25 инт. И ничего страшного, если вы перекачали, оно все качается автоматически. Если хотите, чтобы инт стал меньше, просто галку вниз, либо, если вам нравится, сколько есть, замочек поставим. Со скиллами точно так же. Так. И, соответственно, вот эта галка, она делает, она меняет интерфейс скиллов. То есть, вот, на такой вот черный страшный Linux, либо кранчи пикселя из 90-х решать вам. В общем-то, здесь по изобилии, не думаю, что большая разница. Так. Следующая галка. Показывать окошко для пати инвайтов. По дефолту вас, если приглашают в партию, я Димана пытался пригласить в партию, чтобы принять, вам не вылазит по дефолту окошко. Вам в чате пишут, что напишите слэш аксет, чтобы принять партию. То есть, это кошмар. Оказывается, есть галка, чтобы вылезало окошко, просто принимаешь инвайт. Мы нашли это уже после того, как поиграли. Так, следующий гридлот. По умолчанию, когда ултаешь трупы, там старый интерфейс открывается, из которого тебе надо вручную таскать лут сумку. То есть, мышкой хватаешь, тащишь, оно там вываливается где-нибудь на полпусти и так далее. Альтернативно, есть новый интерфейс под названием гридлот, и сюда можно включить. То есть, либо только гридлот заменить дефолтный интерфейс, либо и то, и другое, чтобы два окошка с одинаковым функционалом у вас было, если вы хотите. Ну, гридлот нормально, он пишет хотя бы сколько голды вылутается, потому что в старом интерфейсе просто оно кучку рисует. И одним кликом там лутается. Главное, быстро не мешать, чтобы оно тогда ругается, что не может так быстро лутать. Галка, чтобы оно авто закрывалось, когда вы полутали, когда кончилось все. И это более красивый интерфейс с черепом, там рисуется тематически под expansion. Так, вот это настройка, чтобы держать shift для сплитайцев. То есть, допустим, вот в сумке у меня есть... Открываем сумку. Вот это вот бинты, бандажики. Их 200 штук, вот если кликнуть на них, показывать. Пытаемся их таскать, оно пытается их сразу сплитать, показывает интерфейс, который надо тыркать. Это неудобно, вот я поэтому нашел галку, что можно просто так теперь все таскать, но вот это окошко с количеством не показывает. Удобно. Так, дальше идем. Мисс Соланиус. Circle of transparency, чтобы можно было смотреть, что под крышами. То есть, ты вот так вот заходишь, если здесь тычешься... То есть, как видно, здесь дверь вообще, про которую можно было не знать. Соответственно, включается Circle of transparency. Вокруг вас круг прозрачности. Дверь, конечно, правда, с ним все равно не видно. То есть, не факт, что будет лучше, но как минимум вы будете видеть, допустим, других игроков, монстров, можно будет кликать. Вот. Оно неудобно вот с дерьми и неудобно с елками. Если вы елки рубите на дровосек, елки тоже пропадают. В общем, тоже опция, кому как удобнее, видимо. Обычно рекомендую отключать. Таргет рейндж индикатор, то есть, допустим, когда используется бандаж, бинтик, дабл кликнули, появляется прицельчик. Рейндж индикатор вот я включил, показывает, как далеко. То есть, если вы кастер, там какой-то рейндж у вас есть, я не знаю, зачем это надо. Бандажики либо на себя вот так вот используются, либо на свой холсбар. И они прокают спустя 12 секунд, только хил прокают. То есть, они очень долго набалтываются и потом вылетает хил. Сейчас мы сделаем макросы на бинтейце. Чуть позже, чтобы можно было одним хоткеймом просто бинтоваться. Так, идем дальше. Мы последовательно будем работать. Так, следующая секция. Рейндж индикатор мы поставили, но это, по сути, не особо, видимо, полезно. Следующая это холсбара и драг селект. Здесь отдельная система. То есть, мы сделали вот эти вот маленькие холсбарчики. Но, помимо этого, можно схватить за мужика драгнуть, вытаскиваешь из него холсбар. Альтернативно, как в стратежках. Рамку выделили, спавнится холсбара. Соответственно, мобов так можно выделять, когда на вас куча мобов бежит. И, соответственно, здесь это все настраивается. То есть, либо чтобы с каким-то хоткейм таскалось, либо чтобы с хоткейм только игроков, либо только монстров. Начальные позиции, как вот я рамку выделил, чтобы они, допустим, я хочу, чтобы они правее и ниже были. Задал новые координаты. Теперь я выделяю. Они вот здесь. То есть, хоть и не очень удобно, но как-то можно влиять на оно. Есть большая часть окон, они не очень хорошо запоминают, где они были. Там для сумки, вроде, отдельная галка есть. Вот эти вот, вроде, перелоги остаются. Сумки и часть других окошек. Там для спаллов, там отдельная история. Мы попозже это все посмотрим. Так. И, соответственно, здесь координаты. И кастомные есть текстурки еще. Вроде как, больше здесь особо ничего не надо. То есть, вот. Такие вот кастомные текстурки. Не знаю. По-моему, это вот как со скиллами, тоже не сильно лучше становится. Опять же, на любителя, кому как удобнее. Может быть, есть какая-то функциональная разница. Я не знаю. Я люблю, когда старый кранч пиксели, поэтому не использую. Так. И еще, кстати, вот так вот они достаются. Но их можно еще прилеплять друг к другу, чтобы вместе таскать. То есть, их вот. Оно показывает прямо, что вы слепили. Они вместе таскаются. По умолчанию закрывать на правую кнопку. Но когда они слеплены, protection, чтобы вы случайно не закрыли, сальтом. Это была настройка, которую мы где-то выше там находили. Что-то там правило, где было, где мы меню отменяли. Вот это вот. То есть, если вы хотите, чтобы просто редкликом, то убрать галку надо. Так. Ну и, собственно, здесь можно прятать крыши, прятать деревья и так далее. Если, видимо, альтернатива к кругам вот этим прозрачным, не знаю. Тоже, видимо, какая-то олдскульная настройка. Так. Ну, собственно, все. В генерале. Посмотрели. Потыркали. Дальше. Звуки. Здесь мы уже сделали потише. Loop music. Музик почему-то сейчас не работает. Когда из туторий выходит в тишине, там ходит, оно поиграет чуть-чуть и прекращается. Не знаю, может это баг, может нет. В общем, с музыкой здесь как-то странно. Так. Видео. Ну, здесь мы уже ставили fullscreen. Ставили zoom, ставили scroll. Reduce FPS. Чтобы оно не статировало, можно брать галку, когда альтернатива больше смотреть, что там происходит. Ну и так, по сути, все здесь. Ничего такого нет. Макросы — это хоткей, по сути. Можно хоткейт все подряд. То есть по дефолту вот хоткей на альтернативе, чтобы открывался вот это окно, например. Оп. Опции. И так далее. Первое, что надо сделать — это сделать хоткей на бинты, чтобы себя бинтовать. Делаем новый макрос. Обзываем его бинты, допустим. Назначаем хоткей. Допустим, на единичку я хочу всегда бинтовать себя. И вот здесь убираем. Здесь здоровенный список. Можно много здесь чего скриптовать. И, соответственно, надо найти Bandage Self. Вот Bandage Self. Apply 0. И теперь я нажимаю 1. Оно у меня сразу пытается себя бинтовать. Оно напишет, что я уже здоровый. Так. И аналогично сразу же полезный макрос. Макрос на собирательство. Газеринку. Чтобы собирать по умолчанию в игре... Вот, кстати, у меня... Skinning Knife мне дали. Да, это у меня мой крафтер. Чтобы собирать, надо дабл-кликать либо кирку, либо топор, либо Skinning Knife. В общем, ваш инструмент. Появляется прицел. И вы кликаете либо на то, что вы хотите с лут. То есть, либо на труп, либо на дерево, либо под ноги, чтобы копать. Но, по-хорошему, можно кликать на себя. То есть, либо сюда, по аналогии с Bandage. Либо сюда. И тогда вы пытаетесь собирать. Если она предлагает вводить капчу для собирателей. Чтобы люди скриптами по кругу не собирали. Он говорит, что ничего нельзя найти. То есть, попытка была, как минимум. Соответственно, это можно макросом забиндить. Здесь, допустим, какой-нибудь ход-кей ставится. Вам надо поставить, чтобы использовался последний объект, который вы использовали. То есть, дабл-кликали мы до этого ножик. И теперь макрос назад будет использовать этот ножик. И чтобы он таргетил вас. Таргет селф. То есть, как мы делали вручную, чтобы он повторял. Я нажимаю Z. Как видно, вылезает прицел. То есть, таргет селф не сработал. Это потому, что у меня большой пинг. Сервер в Америке. Соответственно, в таком случае надо... Добавить дилей вместо этого. Где-то здесь есть... Дилей, допустим, там, не знаю, 150-200 миллисекунд. И только потом таргет селф. Чтобы от дабл-клика до... До появления прицела он не успевает проживать, видимо, сервер. Все так вот делаем. Вот. Видно было. Моргнул прицел, и он сразу в себя тыркнул. Теперь он ругается, что нечего карать. Все так вот. Собирательский макрос. Здесь можно очень много всякого мутить. То есть, там потом сплы можно будет вешать и так далее. И альтернативно... Хоткей еще можно ставить. В alttab есть вот эта вот странная, страшная программа под названием Razer. Здесь где-то тоже можно хоткейт. Все. Я не знаю, как оно клэшит с вот этими внутрииграми. То есть, я все внутри игры делаю по старинке. Видимо, можно в Razer там все это как-то более мощно скриптовать. Так, идем дальше. Tooltip. Какие-то tooltipы. Видимо, при наведении оно однажды что-то показывает, но... Как-то я не нашел, где оно показывает и что. То есть, какая-то галка стоит. Вот фонт я сделал побольше, не понимая даже, что это. Какие-то, ну, NewBetal типа. В общем, если знаете, напишите. Фонты это для чата. То есть, по умолчанию очень скукожные для... Даже 1080p очень плохо читаемо. Фонт делаем побольше. Вот я четвертый фонд использую. Так, и, соответственно, чат. По умолчанию... Вы в чат набираете, у вас всегда снизу серая строка. Все, что вы тыркаете на клаве. Хот хей, не хот хей. Вон, у меня там он пытается собирать с ножиком. Все в чат идет. Enter нажали, вот он сказал. И, соответственно, здесь можно поставить настройки, чтобы на Enter надо было нажимать. То есть, либо по дефолту все время печаталось, либо на Enter там набрал, сказал. Есть очень много команд через чат делается. То есть, там управление мебелью в доме, управление там к банку подошел, сказал в чат банк. Банк открылся и так далее. Очень много всяких такой лоскульной фигни. И, соответственно, чат лога. Ну, не то, чтобы нету. То есть, можно открыть журнал. Где же он там был? Это в менюшке он сверху был, кстати, который мы закрыли. Там такой он слабо полезный, на самом деле, журнал. Он плохо читаемый просто, потому что в ней очень много спама идет от того, что различные мужики катаются туда-сюда. То есть, вон здесь какой-то спам непонятный. Вот. И поэтому, по-хорошему, чат надо понимать, что над главой написано. То есть, если вы не успеваете прочитать, надо либо фонт делать побольше. Вот здесь. Ну, здесь, правда, фонты какие-то странные, я не знаю. Либо здесь вот ставить задержку побольше, чтобы не сразу пропадал. Так, идем дальше. Combat spells. Обсуждали про то, что таб включает режим боя и настраивали ауру под него, чтобы можно было видеть, что в режим боя вот эта галка, чтобы не надо было держать таб. То есть, нажали таб, даблокликаете, бьете, отжали таб, все нормально у вас, вы мирный. Вроде больше здесь ничего такого нет. Здесь для кастеров отдельный сегмент, чтобы настраивать хоткей кастеров, вот эта удобная галочка, когда у вас будет из книжки можно доставать будет кнопочки с полов, организовывать их, анкорить хотбары. И вот эту галку нажмете, можно будет зажимать Ctrl-Alt и задавать хоткей сразу же, прямо с хотбара, очень удобно. Ну, здесь кастерство, правда, вещь себе реагентов, много требует менеджмента и так далее. Смотрите на свой страх и риск. Так, дальше, следующий таб каунтера, это что-то типа мини-хотбаров, но не хотбаров, я не знаю, скорее это счетчики, сколько у вас чего. То есть вот, допустим, два на четыре ячеек, так вот делаем, достаем. Собственно, вот как раз магом про реагенты, можно сюда реагенты из сумки выкладывать. Давай, например, вот у нас есть, допустим, бинты, выложили 200 бинтов или там 5 баночек. Отсюда даблкликом их можно использовать, то есть, например, в бандажик мы сделали макрос на единичку, себя ми-хилим. Если хотим похилить кого-то еще, можно здесь даблкликнуть, на кого-то нажать. И можно захоткейть. То есть, здесь, например, assign hotkey можно, что, допустим, на два у нас было зелье, которое мы назначили. По-моему, антидоты там по умолчанию зельем. И потом сейчас найдем, где настройка, чтобы рисовался бинтаж, то есть двоечка. На макросах он не рисуется. Кстати, макросы можно вытаскивать с мышкой вообще просто. То есть, вот так вот сделали. Сюда тыркайте, это аналогично тому, что вы нажмете hotkey. Так. И, кстати, со скиллами тоже так же можно. Что здесь есть часть скиллов, которые можно использовать. То есть, допустим, там, я не знаю, item identification. То есть, если вы хотите идентифицироваться с item и качать этот скилл, вытаскиваете его, даблкликаете, он просит вас, что юзать. Аналогичным образом. Так. Возвращаемся, где мы были. Counter. Counter посмотрели. Здесь, по сути, не очень много настроек. Идем дальше. Infobar. Это вот эта снизу штука. Она целиком дублирует вот этот вот дефолтный интерфейс. Чуть более настраиваемый. Здесь можно и название, и так далее. То есть, добавить, допустим, я хочу показывать, сколько у меня голды. Gold. Выбираем цвет ячейки. Цвет текста, точнее. Ну, просто как пример. Вон, она появилась. Но так как она целиком дублирует вот эту штуку, которую я использую и так, для того, чтобы можно было бандажиками там в себя с полами, хилочками попадать и не вытыркивать своего челика. По сути, она дублирует. То есть, я не использую. Вы как хотите. Здесь довольно много всяких статов можно. Но, по-моему, они целиком практически дублируются вот этой штукой. Так, дальше интерфейс. Размер сумки самый важный. Потому что сумка действительно не юзабельна, пока ты ее не увеличишь. Сумки, вот говорят, 150 ставьте, будет вам счастье. А этим в сумке тоже 150 ставьте. Счастье однажды придет. Вот поставили. Хотя бы теперь видно, блин. Потому что иначе кошмар вот этот. У вас здесь свалка вещей будет. Как это использовать, непонятно. Дабл-клик для лутания. Мы выбирали там другой интерфейс, грид-лут. То есть, это не актуально будет для вас. Если вы тоже это сделали. И можно поставить, чтобы... Чтобы она запоминала, где он был закрыт. То есть, last-druged position. Чтобы у вас в сумках каждый раз при каждом открытии не открывалась непонятно где. То есть, вот так вот. Галку поставили, чтобы она запомнилась. Закрыли. Открыли. Аля. Last-druged position. Во. То есть, видим, после галки она только запомнилась. Так. Идем дальше. Макро-хот-хей на иконках. Вот. Двоечка появилась вот здесь вот. Здесь оно не показывает. То есть, видим, на кнопке макроса может показать. Дай посмотрим. Да. Показывает, что... Вот это макрос у нас. Здесь мы не хотели. Идем дальше. Где это? Интерфейс. Уже практически прошли чаты. Еще немножечко осталось. Ммм. Spellcastbar. У меня вот это не работало. Я пытался с магом понять, как это должно работать. То есть, по идее, должен быть прям таймер показывает, сколько кастований у вас осталось. Но как-то он меня то ли багал, то ли что-то. В общем, на свое усмотрение пытается понимать. Как-то в итоге я без этого играл. Так. И вот эти две галки. Побольше в сумках делать иконки. Вы будете лутать для... Для кастерства реагенты всякие. Крешки, вершки, гемчики, которые... Они очень мелкие. Их мышкой даже, собственно, куда-то таскать не попадешь. Галки ставите, побольше иконки будут. То есть, у меня сейчас для примера нет. Но, поверьте, оно лучше становится. Так. Идем дальше. Experimental. Здесь непонятно ненужное. Отключение каких-то старых дефолтных функций. Профиль-менеджер. Видимо, если у вас будет очень много каких-то вариантов окон. Окна-менеджер тоже самое. Какая-то странная штука. Gamp-менеджер. Это, по сути, тоже самое. Только для каких-то кастомных окон. Совсем каких-то лютых видимо. У меня было... Я сталкивался... Когда милишником играешь, вам дают книжку Shivalry. И из нее можно достать интерфейс кнопочек Holy Power. Holy Light. Кастовая сплав. Вот. И оно каждый раз забывало свою позицию. Оказывается, вот здесь можно. Здесь вот секретный вопросительный знак, который подсказывает, как это должно работать. Он говорит, что открываете вот эту менюшку, не закрывая ее. Ctrl-Alt держится. На вашем вот этом интерфейсе. Кликаете. И тогда можно будет запомнить свою позицию. Но, как видно, это не для всех окон работает. Видимо, для каких-то новомодных систем только. Не знаю. Пока что вот только я с Shivalry нашел. А может с Spillbook так же. Не знаю. Как минимум учтите, что если у вас при релоге все вроде вернуло свои позиции, а кнопки от Shivalry остались, можно через вот эту штуку пытаться это делать. Так. Игнор. Понятно, что можно кого-то игнорить. Так. И на Emplate. Мы, собственно, не настроились на Emplate. Это. Смотрите. По умолчанию секретная кнопка. Гуглить ее приходилось на стрим, чтобы понять, как писать, как что на земле лежит, кого зовут. Ctrl-Shift. Появляется вот эта вот менюшка. И здесь несколько профилей. Вот так вот. Mobile only. То есть только юнитов показывать. Items only. Показывать айтемы. Все сразу. Либо юниты и трупы. Отжали Ctrl-Shift. Пропало. Чтобы не пропадало при отжатии, Always Active галку вставите. Если это окошко, вам надо, соответственно, тоже Keep Open. При отжатии она остается. И, соответственно, это настраивать. То есть можно, чтобы писалось хп. Можно с альтом их прятать, либо ставить галку, чтобы с альтом не надо было прятать и так далее. Чтобы не пулились хелсбары, не драгались, без альта зажаты. В общем, есть тоже какая-то... То есть очень много настроек, чтобы посмотреть хп, грубо говоря, и название человека. То есть можно вот так вот сделать. Можно вот это вот доставить с Ctrl-Shift с галкой. Либо вот то, что мы вот эти процентики там где-то еще в самом начале настраивали. Так, и, соответственно, здесь можно сделать, чтобы оно использовало фонд чата, чтобы оно побольше было. И отключить бэкграунд, чтобы оно хотя бы было считабельным. Все вот так вот делается. Правда, фонд чата, оно использует, надо включить-выключить, как говорится. Соответственно... Как мы это сделаем? Always active. Применился наконец. То есть нужно либо за экран выйти перезайти, чтобы у людей перерендрились, короче, эти штучки. Так, и последнее. Вот это вот. Показывает семена трупов. По умолчанию его трупов пишет A-Corps. Просто труп в кавычках. Если поставить галку, будет писать чей труп. То есть там труп Ивана и так далее. А, и еще рекомендуют... То есть вот это вот все эти профили, между которыми мы тыркали. То есть группа для всех nameplate-ов. Только мобов, только айтемов и так далее. Рекомендуют делать для своего трупа. Типа там My Corpse. Вас когда убивают, у вас валяется труп, и из него все вещи там в нем лежат. Надо бежать, лутать обратно скорее. И, соответственно, можно сделать то, что вы, несмотря на все, то есть там есть куча мобов. Допустим, вы босса там бьете с гильдии. Там все заставканное. Соответственно, ставите вот эту штуку. Только ваш труп показывается nameplate. Чтобы подошли в нее, тыркнули, подултали и бежали. Потому что иначе замучаетесь, выкликиваете. Так, ну вроде все по опциям. Здесь еще есть кулдауны. То есть можно поставить штучку с кулдаунами. Но это здесь программирование нужно. То есть создается какой-то кулдаун. Здесь какие-то триггеры добавляете. По каким-то месседжам, блин. Если честно, я пока не вникал, на самом деле, в эту систему. Но, видимо, какие-то сплы там будут уши. Или, например, скиллы уходят в кулдаун на полминуты. Можно будет рисовать, потом разбираться. Соответственно, потом посмотрим это. Так, как убрать? Убираем. Так, ну и вроде все. То есть бегаете, бегаете, прыгаете. Статы скиллы не страшно. Стрелочками вверх-вниз. На Анопском острове очень быстрый кач. Там сверху, справа данж. До 80 скиллов здесь качается все. Боевые скиллы, соответственно. Либо это, либо магия. Здесь вот у этого мужика можно купить лошадь за 750. На лошади бегать. Лошадь... Когда вы вбегаете... Если на лошади сидя, вы вбежите в данж, она у вас спрячется, грубо говоря, в карман. И потом вы выезжаете на ней без проблем. Вот. Но если лошадь оставить просто, чтобы она стояла, ей можно на нее кликнуть, сказать, стой перед входом данж, пойти там что-то делать. И потом там либо телепортнуться, либо умереть. У меня пропадала лошадь. То есть, смотрите, 750 голды потеряется. То есть, в данж прямо на лошади прямиком. Там какой-то данж с орками. Я въезжал прямо через орочую деревню. На пролом на лошади въехали. Все, у вас лошадь сохранилась. За вас. Если с лошади спешатся, не сказать ей стоять и просто зайти в данж. Она с вами в данжа будет ходить. Ее мобы будут бить. Поэтому аккуратнее. Ну и все. Соответственно... А! Ну и, соответственно, комбат. Это... Тап нажали, дабл кликнули. Дабл кликать, если неудобно. Драгнули. Дабл кликать можно вот эти штучки. Ну либо, если вас бьют, вы сами вот это бьете. И вот эти вот анхи воскрешают. Вы когда дохнете, вы призраком должны добежать до анха. У вас вот здесь появится окошко воскрешения. Смотрите, не делается как Диман. Он закрыл здесь, видимо, карты и говорит, а я не могу воскреснуть. Иван, что-то делать. То есть, чтобы у вас здесь пространство было. И, соответственно, бандажки, если что, здесь у хилера вот этого купить. А, ну еще новым игрокам, кстати, дают вот эти штуки. Тысяча кредитов на прокачку с полов. Здесь каждый тренер умеет прокачивать те скиллы до 50-го. То есть, ты на старте выбрал 3 скилла. И можно еще вот 2 скилла поднять в 50-м, грубо говоря, за 1000 вот этих кредитов. Чтобы это сделать, говоришь, допустим, я хочу трейн-хилинг. Он говорит, я тебя научу. И на него надо старательно таскать вот эту вот штуку. Вот, появляется интерфейс. И, соответственно, выбираешь, сколько вкачать. За 500 ты вкачаешь 50 скилла. После того, как эта штука закончится, пропадет. То есть, вы 2 скилла в 50 вкачали. Дальше качаете в данжет до 80 до капа. Вот этого нубского острова. И потом вы можете то же самое, но за деньги. То есть, он говорит, там, 500 монет с 0 до 50. У вас будет голда в кармане. Вы ее сплитнули с шифтом. И голдун на него таскается. Мол, держи, учи меня. Собственно, вот так. Ну, по сути, все. То есть, бандаж забиндели. С интерфейсом мы разобрались. Всякое страшное включили на имплейт. Включили автобег, двери открывания. Показали, где лошадь. Нота подсвечивает. Все вроде нормально. Разберетесь дальше. Как говорится, удачи. Здесь банк. Банк у каждого персонажа свой. Вот здесь вот. Это Нубский остров. Там потом в других городах, в других местах будет банк. То есть, здесь можно хоть в чат писать банк. Можно просто открывать. То есть, здесь все сохраняется. Вот. Если хотите между персонажами. То есть, у вас, допустим, персонаж собиратель. Вот у меня персонаж крафтера. Я пытался делать. Надо это делать в тавернах. То есть, вот инкипер. Во-первых, релогаться надо только в таверне. Иначе у вас персонаж останется стоять до таймаута. Чтобы от пвп вы не бегали. То есть, переключать между персонажами в таверне. То есть, хотите там на копальщика свичнуться. Если вне таверны логнетесь, вам скажет у вас персонаж за логан. Ждите таймаута. И, соответственно, здесь покупаете комнату. Там у новых игроков тоже им дают 10 тысяч, грубо говоря, бесплатной оплаты комнаты. Комната 5 тысяч в неделю стоит. То есть, ну, у нубов комната 2 недели работы. И хаусинг здесь инстансный. Заходите в комнату. Ваш дом. Здесь можно кидать... Здесь хитрые... На самом деле, по-хитрому я на вики находил. Как это делать? У вас дополнительные сумки вам давали в инвентаре. Ну, вот, кстати, у меня тоже... У нового персонажа тоже есть две эти сумки. Их можно здесь поставить на пол. И там надо в чат набирать... I want the secure или что-то такое. В общем, на вики найдете. Чтобы оно прилипло на пол и сохраняли сайты в нем. То есть, по умолчанию, видимо, предполагается, что здесь сундуки какие-то красивые будешь ставить. Но у меня здесь пока гетто сетап. То есть, вот лежит какие-то здесь... Какие-то гемчики, какой-то лут, чтобы складывать между персонажами, передавать там... Руду и траву поначалу вот здесь. И, соответственно... Выходите... А, вот, кстати, выходите вы там, где у вас комната была создана в первую очередь. То есть, я вот в городе вышел вообще не в Нубском и даже вовсе. То есть, такой вот небольшой момент из-за того, что он инстансный, видим. То есть, я в столицу вышел. Ладно, собственно, все. Вроде как со всем разобрались. Удачи и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода